Борщевик Сосновского перешагнул Садовое кольцо. Москвичи впервые заметили его рядом со станцией метро Курская, пишет газета Новоизвестия. Ядовитый сорняк активно осваивает заброшенные территории, уголки и парки. Обычно уничтожение опасного растения в столицу России – дело местных коммунальных служб. Достаточно сделать заявку в районную управу. Впрочем, иногда доходит до курьезов. Бывает, что траву все выкосит, а слона не заметит. И растет себе такое дерево, будто вполне легально. Где-то его пытаются приручить, проявляя знаки внимания. А где-то формируются целые отряды волонтеров с лопатой в руках, отстаивающих родную отчизну от захватчика. Еще на подступах. Дмитрий Сальников, например, даже получил за это премию губернатора Подмосковья. Про него рассказал телеканал 360. Как-то раз, когда я лопатой или чем-то еще подсекал его, он брызнул на меня. Да, никаких особых ощущений по этому поводу нет. Ну, как бы, рассаду, брын. После этого у меня был настоящий взрослый, некрапивный взрослый ожог. Да, с очень болючей, с волдырями. Между прочим, в Москве категорически запрещено применять для борьбы с борщевиком гербициды. Потому что они аллергены. Опасны для животных и почвы. В Сыктывкаре, похоже, об этом не слышали. В местах химатак у нас для сравнения не растет вообще ничего. И такой и исторический опыт борьбы с зеленым монстром в столице нашей Родины, между прочим, учитывают. В технике скашивания, например, учитывают 25-30-дневный интервал, который просчитали в начале 2000-х специалисты Института биологии Коми-научного центра. Заодно московское лето на одно место получается выходить по 4-5 раз. Впрочем, стоит упустить одно растение из внимания, и уже через год места вы не узнаете. В принципе, сказать, что я от него полностью избавился, наверное, будет не совсем честно. Потому как, конечно же, он у меня растет. И растет он в местах, куда я обычно не так часто захожу. Например, идем вот сюда, смотрим. Вот они, растут чудные кусты. Как сообщается, попасть непосредственно вглубь Москвы борщевик Сосновского мог в виде семян вместе с грунтом, который используют для подсыпки газонов. Такой привозят из Подмосковья. Сейчас темпы распространения опасного растения – тема номер один столичных и федеральных СМИ. И хотя эффективного плана спасения нет, вопрос людей будоражит. Сейчас самое подходящее время для борьбы с борщевиком. Пока он еще не высокий, и в глубине его листьев вы можете увидеть так называемую пучку. Это такой комок, в который сжаты маленькие листья. И где зарождается тот самый высокий стебель, на котором появится зонтик, цветы, а потом и семена. Вот эти, которые если упадут в землю, то 8 лет могут сохранять даже больше всхожесть. И вот это опасно. И вот пока эта пучка только-только появилась, вы можете ее аккуратно в перчатках срезать. И не надо выкапывать борщевик с корнями, там, я не знаю, на 2 метра в глубину. Не стоит. Все, это двухлетнее растение, больше он не возродится. Зато понятно, почему он так хорошо растет именно на севере. Полярный день и Белые ночи, оказывается, компенсируют растению развития в условиях пониженных температур в начале лета. А к тому времени, когда тепло нагоняет, шансов составить конкуренцию борщевику нет уже ни у одного растения. Вот и остается у людей только сдерживать его нападение. Завтра еще больше о методах борьбы в программе «Детали недели» с Александром Кузнецовым. Эфир «Восемь вечера». Не пропустите.